Да, я осознал уже, уже частично, уже в больнице, я в Ташкенте полностью уже с открошкой. Ассалам алейкум, братья и сёстры. Наверное, вы знаете такого серийного убийцу Николая Джумагалиев. На самом деле он держал в страхе всех жителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России на протяжении нескольких десятков лет. Многим интересно, что с ним стало, где он сейчас находится и как вообще он живёт. Я вам всё это расскажу, но для начала я перескажу предысторию. Вообще, в конце 90-х годов прошлого столетия жители бывшего Советского Союза содрогались от новостей о маньяках, которые разгуливали по стране. Туда же можно отнести и Николая Джумагалиева. Окончив 9 классов, он начал работать в Гурьеве, нынешней Атырау, а затем ушёл в армию. После череды неудачных попыток остаться в разных городах Союза, он вернулся в родной Узунагач, где и началась его кровавая история. Первой жертвой Джумагалиева стала прихожанка церкви. Кстати говоря, после этого убийства его прозвали Железный Клык. Он схватил девушку неподалёку от трассы Узунагач Майбулак, перерезал ей горло, выпил её кровь, расчленил её тело и положил в рюкзак. Часть жира девушки мужчина растопил, а остальное ел как сало. Ребята, он сам всё это рассказывал, я просто не хочу вам выносить все подробности. К слову, добавлю ещё вот такие его слова. Один раз, прокрутив мясо через мясорубку, даже сделал пельмени. Их ел один, никого не угощал. Тело первой девушки, которая погибла от рук Джумагалиева, нашли в 1979 году. Убийцу поймать не удалось. В тот год Железный Клык убил ещё пятерых человек. В 1980 году Джумагалиев убил и расчленил подругу в доме, куда пригласил знакомых. Шокированные полицейские позволили каннибалу скрыться, но уже на следующий день задержали маньяка в доме у родственницы. Мужчину с диагнозом шизофрения отправили в спецлечебницу закрытого типа. А в августе 1989 года Джумагалиев сбежал прямо из машины, которая перевозила его в обычную психиатрическую больницу. После двух лет скитаний в горах Кыргызстана маньяк решил сдаться в руки правоохранителей. Джумагалиев решил покончить с убийствами. Поэтому он решил инсценировать кражу, намериваясь возвратиться в Ташкент. Там он планировал сесть в тюрьму за незначительное преступление. Его замысел удался, и в апреле 1991 года Джумагалиева схватили в Фергане за воровство овец. Он выдал себя за китайца и, соответственно, был помещен в общую камеру СИЗО. На допросах он с охотой признался в краже, но не мог объяснить, как оказался на территории Советского Союза. В связи с этим в Москву был направлен запрос. В Фергану из столицы прибыл полковник Юрий Дубякин, ранее занимавшийся поимкой Джумагалиева. Так, каннибал был разоблачен и возвращен в психиатрическую лечебницу в Казахстане. В настоящее время Николай Джумагалиев изолирован от общества и находится в специализированной психиатрической клинике, огороженной колючей проволокой в поселке Акта Салматинская область. Там он занимается ремонтом мелкой техники. Однажды Джумагалиев подал прошение о смертной казни, но это было расценено специалистами лишь как ухудшение его состояния. Вот что доктора говорят о нем. Поведение порядочное, больной спокойное, охотно работает в отделении, помогая персоналу. Оснований о его опасности для окружающих у нас нет. Он спокойно может находиться в обществе и наблюдаться в обычной больнице. Вопрос о его выписке пока открыт. В психиатрической больнице Алматы сообщили, что сильное желание журналистов встретиться с Джумагалиевым доставляет ему душевные страдания и наносит моральный вред. В 2016 году появилась ложная информация о его побеге из психбольницы. Как рассказывал директор учреждения Адихан Айдос, особо опасный преступник находится в этой больнице с 1995 года на основании определения Народного суда в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы. По словам Айдоса, с людоедом хотят встретиться не только казахстанские журналисты, но и российские. В медицинской карте Джумагалиева имеются его неоднократные личные заявления об отказе от встреч с представителями СМИ. Естественно, он отказывается от фото, видео и киносъемки. Более того, врачи утверждают то, что опекаемому пациенту подобными действиями наносится существенный моральный вред. Его переживания, состояние ущербности, дискомфорта, подавленности и раздражения из-за возможного раскрытия семейной и врачебной тайны как его самого, так и близких родственников приводят к декомпенсации психического состояния, срыву лечебно-реабилитационных программ. Ну что ж, ребята, пишите, что думаете. Всех уважаю, ценю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok